28 марта в доме номер 14 Поваловой улицы в Сергиевом Посаде произошел пожар. Возгорание унесло жизнь 35-летней женщины, а также нанесло огромный ущерб зданию. До тех пор, пока не будет установлена причина трагедии, жители дома вынуждены оставаться без газа, а значит без возможности нормально жить. Нам отключили всему дому газ. У нас на газ завязано очень многое, потому что у нас горячего водоснабжения нет, у всех стоят газовые колонки, соответственно, все жильцы сейчас находятся без горячей воды. И без возможности каким-то образом просто банально приготовить себе пищу. У нас в доме маленькие дети, у нас в доме пенсионеры. И очень бы хотелось, чтобы Соболгаз нас обратно побыстрее подключил. Наш дом в течение порядка 10 лет не находится на балансе ни у одной управляющей компании. От нас управляющая компания, да, отказалась обманным путем по факту. Мы якобы собрали подписи со всех жильцов, что мы не хотим, чтобы у нас была управляющая компания. Но мы этого не сделали, мы этого не делали, и это получилось постфактум. Поэтому дом по сути никем не обслуживается, и если что-то, не дай бог, случается, все это чинится и ремонтируется силами, собственно, нашими силами за наш счет. С этим домом история очень-очень длинная. Он вначале принадлежал институту игрушки, все было прекрасно. Здесь своя котельная была, баллоны газовые, ну, все замечательно. Потом его через некоторое время передали в город. Ну, город что-то пытался сделать. Назначил управляющую компанию, посад энергия. Все вроде бы наладилось. Но потом посад энергия или развалили, или сама развалилась. И они отказались от нашего дома. Сколько мы не писали в администрацию, у меня вон целая папка собралась. Результат нулевой. Я-то здесь как бы с самого начала, в этом доме, и когда компания у нас обанкротилась, вот, посад энергия, и мы остались безо всего. А они как бы подсунули нам какие-то бумаги, что мы как бы ТСЖ, когда их ликвидировали, мы ходили в Белый дом, 104 или 124 кабинет. Нам эти бумаги показывали, подписи мы свои не признали. Потом нам сказали, что да, мы сейчас поставим тендер, и кто-то купит какая-то ЖКО, у вас будет. Звонили, приходил представитель. Собирайтесь, чтобы у вас было ТСЖ. Какое ТСЖ у нас? Мы то пенсионеры, то маленькие дети. Мы этот дом не потянем. У нас получается замкнутый круг. Мы им показываем, что мы налогоплательщики хорошие, мы все платим. Просто платим все. И они подтвердили, что у нас нет никаких задолженностей. Но все возникает. Мы вам не включим, потому что у вас нет ЖКО. Но у нас нет ЖКО 10 лет. Не знаю, что вам делать. Проблемы преследуют жители дома номер 14 уже на протяжении долгих лет. Здание находится в аварийном состоянии. А случившийся на днях пожар только усугубил картину происходящего. Пожар-то произошел не из-за газа, а то, что у нее испортилась микроволновка, загорелась. А газ-то зачем отключили? Его надо срочно включить, и все. Тут ни при чем совсем. Даже горячей воды-то у нас нет. Как тут вот сейчас существовать? С детьми, с детьми, не с детьми. Люди работают, придется работать. Ничего нигде нельзя сделать. Мы делали только ремонт. Ну вот произошел этот пожар. Рухнет потолок, не рухнет. Мы же не знаем, дом 53-го года. Там деревянные перекрытия. Ну хоть бы сказали что-нибудь. Кто-то должен, наверное, приехать, посмотреть состояние жилья. Ну, может, за счет этого потолка весь дом дальше поедет. Он тут стоит сто лет, он тут стоял в овраге. Там гостиницы какие-то, да? Нам никто ничего не предложил. Не запретили ни входить, ни выходить. То есть, как хотите. Вот хотите – живите, хотите – не живите. Еще до возгорания проблем у дома хватало. Разрушенные стены, ненадежная конструкция, затопление нижних этажей и плохая проводка. Проблемы не исчезают. Постоянно то канализация, то все стены в плесени, вот особенно на цокольном этаже, как он первый называется, ну, скажем так, что они живут в подвале. Там постоянно все в плесени, в воде, постоянно затапливается, запахи, ну, перекрытия, я вообще молчу. Все тут, все держится на честном слове. То есть, по факту, не дай бог, что с ним случится, мы, грубо говоря, все будем жить вот здесь вот в палатках. Как говорится, беда не приходит одна. И на этот раз с бедой столкнулась жительница первого этажа злополучного дома – Анна Преображенская. Ее квартира, находящаяся под той, в которой произошел пожар после длительного шестичасового тушения, практически разваливается на части. В общем, вот там вода. И света нет. Ну, электричество, да, понятно, да. У меня замкнуло электричество, и как бы вот упал потолок. Можете себе представить, вот такой вот слой воды, и шесть часов текла сюда. Естественно, вся я вот так внизу под полом, все, вода. Жить здесь невозможно, и нужно делать капитальный ремонт. Пока я тут 20 лет живу, четвертый раз делаю ремонт. Одном уровне с канализацией. Вот она, вот она канализация. Вот это канализация. Вот канализация. Вот, а это… Вообще подвал. Подвал. Подвал, и все, видите? О, падает, вот видите, я стою здесь, это очень опасно. У меня может очень все упасть. Это ужасно. Через пару дней после чрезвычайного происшествия, которое освещалось на различных страницах в соцсетях, интерес общественности к судьбе многострадального дома угас. Жители наполовину сгоревшего, полуразрушенного, затопленного дома, которые исправно платят деньги за коммунальные услуги, остались один на один со своими проблемами. Сгоревшую квартиру не опечатали, обломки здания до сих пор валяются на улице, а люди опасаются, что ветхие стены и потолок могут обрушиться в любой момент. Тут все происходит в центре города. Это вот центр города мы живем. И такие проблемы. Бьемся, 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 все без толку. Ну, ситуация достаточно сложная, и это периодически повторяется. И очень бы хотелось попросить, чтобы обратили на это внимание и помогли нам разобраться все-таки с управляющей компанией, чтобы нас к кому-то действительно присоединили, и чтобы кто-то взял ответственность за этот дом. Андрей Ковылов, Сергей Власов. День города.